Здравствуйте дорогие друзья. Давайте сегодня поговорим о гостеприимстве, корень которого в нашей недельной главе. Итак, Бог выявляется Аврааму, и в это время он видит путников. Он бросает Бога, идет к путникам. Это короткий сюжет. Авраам прервал Бога, когда он собирался заговорить с ним, попросив его подождать, пока он займется посетителями. Согласно традиции, этот отрывок следует читать так. Так, Господь явился Аврааму, точка. Он поднял глаза и увидел трех мужчин, стоящих перед ним, точка. Увидев их, он поспешил в своей палатке им навстречу и сказал, что Бог мой, если я обрел благоволение в твоих глазах, не оставляй своего слугу. То есть, пожалуйста, подожди, пока я хожу гостеприимству этим людям. А затем он повернулся к людям и говорит, позвольте мне там покормить и так далее. Эта необычная интерпретация стала основой для принципов иудаизма. Гостеприимство выше, чем получение божественного присутствия. Опа, представляете, как такое может быть? Столкнувшись с выбором между стоять, послушать Бога и оказать гостеприимство тем, кто оказались обычными людьми, Авраам что выбрал последнее? И что Бог удовлетворил его просьбу и подождал, пока Авраам принесет посетителям еду, питье, а потом с ним разговаривать начал с доми. Как такое может быть? В лучшем случае это кажется неуважением, а в худшем какой-то страшный поступок ставить нужды людей выше, так сказать, нужд Бога. И вот наши мудрецы говорят, что это был один из самых великих поступков у Авраама. И Бог его именно так и оценил. Авраам, отец монотеизма, знал парадоксальную истину. Жизнь, вот вера, верить, это значит видеть след Бога в любом человеке, в любом незнакомце, в любой встрече можно видеть след Бога. Так не бывает, случайностей нет. Легко получить божественное присутствие, когда Бог предстает как Бог. Что трудно за то, когда он замаскирован под анонимных прохожих. И вот в этом было величие Авраама. Кстати, интересно, что в одном из очень красивых комментариев Раби Шалом из Белса говорит, что в стихе втором о посетителях говорится как о стоящих над Авраамом, а не ангелы. А вот в стихе восьмом в этом же написано, Авраам описывается о стоящих над ними. То есть сначала посетители были выше Авраама, потому что они были ангелы. А вот потом, когда он их покормил, когда он сделал все для них уже необходимое, он стал выше них. Авраам понятия не имел, что принимает таких высоких гостей. Для него любой человек был важен. Авраам остается по сегодняшний день великим образцом гостеприимства. Да и по сегодняшний день трапеза в еврейском доме считается неполноценной, если за столом нет хотя бы одного гостя. Есть хасидская легенда, рассказывает об одном цадике. Когда он был еще никому неизвестный и очень бедный, то в городе он часто бывал, принимал его один бедный человек и больше никто. Прошли годы, этот человек стал великим, прославился, приехал в этот же город, на лошадях таких. И глава общины, там достаточно богатый и известный человек, пригласил его к себе. Равин сердечно поблагодарил его за приглашение. Он отправил к нему на постой лошадей. Тот прибежал, а сам пошел к бедному этому человеку. Тот пришел, что случилось? Равин говорит, когда я приходил в этот город пешком, ты меня ведь не приглашал. Только теперь, когда я въехал с помпой, с экипажами, с последователями, четверка лошадей такая, ты меня пригласил. Значит, скорее всего, ты уважение к моим лошадям, а не ко мне. Поэтому они твои гости, а я пойду вот там, где был. В Талмуде обеденный стол неоднократно уподобляется храмам и алтарю. И Евханан и Раби Элиезер говорили, пока существовал храм, жертвенник искуплял людей. Мы ходили, давали жертву, и все грехи снимались. Теперь стол человека, его грехи может искупить. И смысл этого изречения состоит в том, что у своего обеденного стола человек совершает одно из самых высших благодеяний гостеприимством. Принятие гостей, по мнению Талмуда, стоит выше восприятия божественного откровения. Вот благодаря гостеприимству родился Балшемтов, великий человек. Есть такая короткая история, родители Балшемтова славились своим гостеприимством. Они приглашали людей и так далее. И вот Бог обратил внимание на их великодушие. И, как говорится, заметил это и Сатан, и хотел прийти испытать, попросил разрешение испытать. Пророк Ильягу сказал, давай я. Ну, это так коротко, понятно. И Бог решил благоставить семью ребенком, но если пророк Ильягу, который пошел, и подтвердит, что действительно все так и есть. Он переоделся нищим, зашел к ним в шаббат, в субботу, днем, с мешком, нарушение шаббата. Посущал дверь, толкнул хозяина, зашел, сел, говорит, очень есть, хочу и пить, давайте мне быстренько еды. Его поприветствовали, дали еды, и он завалился спать. Лег спать, потом его опять накормили, дали ему еще в дорогу какую-то денежку. Перед тем, как уходить, он сказал, что я пророк Ильягу, и я пришел испытать ваше гостеприимство. Проверить, насколько вы такие. Вы прошли испытания с честью, вы были добры ко мне, несмотря на что, и вскоре у них родился сын, известный нам Балшемпом. В наших трудах, вообще, особенно, простите, в трудах Рамхаля, часто поясняется важный вопрос. У Бога нет недостатка, у него он абсолют. Его желание делиться с людьми, вот единственное, что у него есть, он хочет поделиться с нами. И вот это вот мы должны воспринимать, вот это желание делать добро другим, должно стать нашей путеводной нитью к Богу, потому что других соединений у нас не так много. Наша жизнь это большое путешествие, мы всегда в дороге, поэтому каждый день, проснувшись, мы должны знать, что мы посланники Всевышнего, и сегодня должны воздействовать на мир, чтобы хотя бы одного человека одну заповедь сделать. Продолжение следует...